Запись запущено. То, как организовано осязание, какие есть рецепторы, как информация проводится в кору, и в какой-то момент мы вышли на то, что мы стали обсуждать, ну или я там по крайней мере анонсировал обсуждение такого важного момента, как осознание собственного тела, которое, в общем-то, складывается из тех ощущений, которые мы получаем от рецепторов осязательных и от проприоцепции, и в том числе из вестибулярной информации. И мы на самом деле остановились на том, что вот есть такая интересная статья, она уже относительно старая, но тем не менее про то, как воспринимается тело и какие в связи с этим бывают отклонения. Вот. И вот отклонение в восприятии собственного тела, в ощущении собственного тела, его схемы связано с так называемыми аутоскопическими явлениями. Это вот такие иллюзорные представления о собственном теле, которые влияют на восприятие его как целого и приводят часто к таким поразительным оклонениям в осознании телесности и владении телом. Ну вот авторы этой статьи говорят о том, что описаны четыре типа аутоскопических явлений. С одной стороны, это аутоскопические галлюцинации, гетоаутоскопия, внетелесный опыт и ощущение присутствия. А кроме того, отчасти связанная с вот этими аутоскопическими явлениями, есть так называемая иллюзия перевернутой комнаты, которая связана скорее с работой вестибулярной системы. Ну и здесь стоит различать разного типа аутоскопические явления по тому, как вообще субъект воспринимает себя, собственное тело и его какие-то границы, его дупликации, повторения во внешнем мире. И здесь можно противопоставить аутоскопические галлюцинации. И здесь вот в этом случае пациент как бы видит повторение своего тела в пространстве, но при этом не ассоциирует себя с этим иллюзорным телом. Тогда как при геоаутоскопии пациенты ощущают себя локализованными прямо вот в иллюзорном теле и приписывают себя иллюзорному телу. И насколько я понимаю, такие ощущения могут быть связаны с поражением левой temporal parietal junction, геоаутоскопии. И, соответственно, но, по-моему, они могут быть, ну, их наблюдают в том числе во время эпилептических приступов, когда вот эта часть мозга каким-то образом патологично начинает работать. По крайней мере, такую вот ссылку на такую работу я видел в последнее время. Там был описан случай, по-моему, 15-летней девочки, которая очень ярко переживала вот эти ощущения во время эпилептического припадка, что появляется второе тело, и она принадлежит, собственно говоря, к этому второму телу. А кроме того, вот есть то, что называется внетелесный опыт. Это когда пациент локализует себя вне своего тела и видит тело из какого-то действительно бестелесного места. А кроме того, есть еще то, что называется ощущение присутствия. Это в таком строгом понимании не является иллюзией зрительного восприятия. Здесь надо отметить, что действительно возникает в том числе и зрительная иллюзия присутствия своего второго тела в экстраперсональном пространстве человека. Но вот при ощущении присутствия зрительных, зрительной иллюзии нет. Но ощущается присутствие какого-то внетелесного иллюзорного второго тела в экстраперсональном пространстве. И кроме того, если коротко говорить про иллюзию наклона комнаты, то здесь субъекты могут сообщать о внезапно перевернутом положении окружающего мира, которое происходит относительно их. И вот эта иллюзия может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Как правило, во фронтальной плоскости это происходит, но на самом деле мир может переворачиваться и наклоняться и в горизонтальной, и в сагитальных плоскостях. И эта иллюзия наклона обычно связана с поражением ствола мозга, который как раз обрабатывает вестибулярную информацию. Но этот феномен может, кроме того, наблюдаться также у клинически здоровых людей. Предполагается, что эти явления возникают в результате неспособности интегрировать мультисенсорную телесную информацию. В свое время, в 2005 году, Бланки и Мор высказали предположение, что аутоскопические явления появляются в результате дезинтеграции между восприятием тела и личного пространства. То есть, с одной стороны, из-за противоречивой информации, которая поступает от осязания, проприцептивной, кинестетической, скажем так, сенсорных систем, а кроме того, зрительной информации. Ну, а кроме того, действительно, из-за того, что поступает противоречивая зрительная и вестибулярная информация, может произойти такая дезинтеграция еще между ощущением личного и экстраперсонального пространства. Как я уже говорил, в этом могут быть заняты как раз области коры, связанные с вестибулярной информацией. Для того, чтобы как-то постепенно перейти к этой интегрирующей роли вестибулярной коры, для начала стоило бы разобраться, собственно говоря, дальше еще с волосковыми клетками, которые лежат как раз в основе функционирования и снимают сигналы в вестибулярной системе. Ну и, собственно говоря, об этом и пойдет сейчас речь в дальнейшей моей лекции. И здесь я тоже могу вас отослать к такой классической работе Гелеспи и Волкера 2001 года. Ее очень часто цитируют «Молекулярные основы механосенсорной трансформации». И нужно понимать, что на нас постоянно воздействуют разного рода механические силы. И эти механические силы могут передавать инсценную информацию о внешней среде. Механосенсорные клетки способны эти стимулы воспринимать, эти силы воспринимать и передавать их в мозг. И, соответственно, с механической силой, с механическим воздействием имеют дело слух, осязание и, например, чувство ускорения. И каждый из этих чувств сообщает нам о том, что находится поблизости и вот как мы движемся относительно нашего окружения. И это, естественно, важно для того, чтобы ощущать себя и планировать свое поведение соответствующим образом. Есть много разных типов клеток, которые реагируют на механическое воздействие. С одной стороны, есть, например, волосковые клетки в нашем внутреннем ухе. Есть кожные механорецепторы и механорецепторы беспозвоночных. Они различаются по своей структуре, но имеют много таких похожих молекулярных механистических характеристик. И действительно важно понимать, какие же молекулярные механизмы лежат в основе как раз трансформации и трансдукции вот этой механической энергии в энергию импульсной активности нейронов. Что важно вообще для всех этих клеток и что важно для сенсорных систем? Я хочу это еще раз как-то подчеркнуть и обратить на это ваше внимание. Важно, с одной стороны, чтобы эти клетки могли реагировать быстро, а с другой стороны, важна их высокая чувствительность. И вот на самом деле, если говорить про быстроту, то вот это, например, очень важно про скорость реакции. Это очень важно в том числе для животных, которые используют эхолокацию для локализации звуков в пространстве. И, соответственно, те клеточные элементы, которые реагируют на быстрые изменения во внешней среде и на разницу сигнала, который приходит в правое и в левое ухо, они, по-моему, способны замечать разницу в несколько микросекунд между волной, приходящей на то или на другое ухо. И, соответственно, это очень важная характеристика. Действие механических сил направлено напрямую на ионные каналы, потому что никакие вторичные посредники не способны обеспечить достаточной скорости. И эти ионные каналы под действием механических сил способны открываться и усиливать сигнал за счет того, что при открытии начинается ток ионов через них и меняется свойство мембраны. Ну, кроме того, механические события могут влиять, по мнению Гиллеспи и Волкера, на внутриклеточные события, в том числе и на транскрипцию генов, опосредуя это через клеточную поверхность и цитоскелет. Хотя вот такие механизмы не используются для быстрой сенсорной трансдукции. Какого рода информацию может воспринимать такая система, чувствительная к приложению механической силы? С одной стороны, это может быть деформация кожи, это могут быть колебания волосковых клеток и волосков в этих волосковых клетках. Ну, а кроме того, это может быть, например, колебания отдельной щетинки на теле у мухи. Вот. Что может меняться в такой системе? Это такая действительно механическая система, части которой связаны между собой пружинами, узлами сочленения, жесткими конструкциями. Вот. Здесь может, с одной стороны, вот в этой системе, и то есть изменение в одной части приводит к изменениям во всех остальных ее частях, в том числе. Ну, вот. Значит, что может меняться? Может меняться ответ канала. А, да, сейчас, прошу прощения. Не, все правильно. Это я чуть-чуть вперед заскочил. Вот. И на самом деле вот это вот изменение во всей системе приводит к тому, о чем я говорил. Собственно говоря, к изменению проницаемости, проницаемости и проводимости канала. Ну, вот. Значит, что еще важно в этой системе? В этой системе очень важна адаптация в том числе, потому что, когда мы, например, постоянно испытываем на себе действия конвертационной силы, вот, в 1G, то наши клетки, ответственные за восприятие ускорения, ну, они должны воспринимать там одну миллионную от этой постоянной силы. И, соответственно, они должны быть очень чувствительными. Поэтому вот в условиях постоянного воздействия важны разные механизмы, которые адаптируют рецепторы и всю вот эту механическую молекулярную машину к действию постоянной силы. И могут перестраиваться соответствующим образом разные молекулярные механизмы. И, соответственно, эти отдельные элементы молекулярные, они тоже должны быть способны быстро адаптироваться. Вот. И с одной стороны, вот, может происходить деформация внешних структур, связывающих вот эту вот машину молекулярную с внешним миром. С другой стороны, могут изменяться, могут удлиняться или укорачиваться, вот, собственно говоря, заякоревающие, связывающие элементы. Вот. Могут происходить изменения внутри механические самого канала. Ну, а кроме того, вот этот вот внутреннее заякоревание на цитоскелете, оно тоже может менять локацию и, соответственно, тоже адаптироваться к действию, например, постоянных сил. Вот. Кто и что помогает нам вообще понять, как устроены вот такие молекулярные системы? Ну, естественно, одним из таких любимых объектов исследования является Ценнерапдис Элеганс, нематода, которую мы все, ну, не все, но нейробиологи любят использовать для своих исследований. Вот. И, соответственно, прелесть ее в том, что тоже для нее описано большое количество мутантов генетических, у которых отсутствуют те или иные блоки молекулярные, и можно посмотреть, как меняется поведение и насколько меняется тоже работа и активность отдельных элементов этой системы, ну, и клеточных сетей в том числе. Вот. У Си Элеганс, соответственно, есть несколько таких локусов, где расположены механорецепторы, и механорецепторы, это вот здесь справа вверху показано, это, собственно говоря, такие микротубулярные клетки. Вот. Значит, есть передние, задние локусы, и эти локусы, соответственно, бывают такие правые и левые, а бывают латеральные, которые расположены на нижней части тела. Если вот посмотреть на срез, собственно говоря, или на электронную микрофотографию вот такого рецептора чувствительного к прикосновениям, то давление на кутикулу оказывает, в свою очередь, давление на окружение этой клетки, и это приводит к сдвигам мембраны и, соответственно, к трансформации механорецепторного канала. Вот. Ну и здесь вот на микрофотографии вы видите как раз вот такую микротубулярную клетку, в которой внутри маленькой стрелкой показаны отдельные трубочки, вот, а вот большой стрелкой показано, собственно говоря, ну, скажем так, в том числе и направление приложения, приложение силы. И что здесь важно? Вот, собственно говоря, у C-Elegance уже появляется и детектируются, собственно говоря, белки, которые связаны как раз вот с передачей механического сигнала. И это такое большое семейство белков, насколько я понимаю, которые в том числе потом встречаются позже, их там разные виды встречаются позже, в том числе и у безпозвоночных, у позвоночных животных. Ну и было локализовано несколько генов, которые отвечают за это, за все. И, собственно говоря, было показано, что мутации вот этих вот белков, которые кодируются МЕК-4 и МЕК-10, она приводит к гибели клеток и дегенерации клеток. И это связано, скорее всего, с тем, что канал в этой ситуации остается постоянно активным, и это приводит к гибели клеток. То есть, соответственно, вот в экспериментах на таких самых даже примитивных животных у нас появляется возможность изучить молекулярные механизмы того, как организована механическая чувствительность. Второй тоже интересный объект, и здесь происходит усложнение уже системы как молекулярной, так и вообще всей механики, ну и в том числе и способов обработки этой информации. Это, естественно, дрозофила. У этой мушки на передней части тела можно видеть большое количество щетинок, которые, вот как показано справа вверху, устроены таким... Сейчас справа вверху тоже покажу. Устроены следующим образом. То есть, есть нейрон, его дендрит, он входит прямо вот внутрь, собственно, щетинки. И отклонение этой щетинки, оно, соответственно, по направлению к телу животного, оно вызывает появление возбудительного потенциала в механосенсорном нейроне. Вот, клетки, которые вот здесь еще, значит, подробнее показано на электронной микрофотографии, как это все устроено. И здесь вот, соответственно, виден контакт дендрита и щетинки, белая стрелочка, это показано. Ну и, собственно говоря, вот эта вот система позволяет животному понимать, как движется воздух относительно тела. И таким образом тоже регулировать полет и управлять динамически биением крыльев и их ориентацией для того, чтобы соответствовать тем извинениям в внешней среде, которые происходят отчасти по собственному желанию животным, потому что оно преследует какие-то цели и каким-то образом оформляет свое поведение. А с другой стороны, неожиданные изменения во внешнем мире тоже могут на это влиять. Насколько я понимаю, по крайней мере на тот момент, на момент выхода статьи, было локализовано, идентифицировано молекулярно два, тут у меня выскочила какая-то ошибка, два гена NOMP-A и NOMP-C, которые на самом деле принимают участие в формировании, собственно говоря, вот этой механической машинки, молекулярной механической машинки, которая передает информацию от щетинки к дендриту чувствительного нейрона. Ну и судя по всему, продукты гена NOMP-A служат как экстраклеточной механической связкой между дендритом и структурами кутикулы. И на самом деле этот белок обнаруживает, в том числе продукты этого гена обнаруживают сходство с стектаринами. Это такие тоже экстраклеточные молекулы, которые можно обнаружить в том числе и в механорецептивных волосковых клетках слуховой системы позвоночных животных. А кроме того, тоже в тот момент, когда писалась эта статья, появились уже доказательства, что продукты другого гена, это NOMP-C, они могут служить каналом, осуществляющим трансдукцию механического стимула и способствующим превращению его в энергию электрического импульса. Значит, выводы были сделаны, потому что в первую очередь обнаружится сходство с другими такими механосенсорными каналами продуктов гена NOMP-C. У мутантов, у которых эта функция утеряна, они не способны генерировать такие вот токи трансдуцирующие. Кроме того, продукты экспрессируются специфически в механосенсорных органах у насекомых. У C-Elegance похожего типа конструкции показали, что эти продукты этого гена локализуются тоже в механорецепторах. Ну а кроме того, они ассоциируются тоже с анкеринами, которые механически связаны с этими каналами. Но если идти дальше по мере усложнения тех задач, которые стоят перед животными, то у позвоночных животных появляются специфические сенсорные системы, которые используют вот эту энергию механическую для того, чтобы с одной стороны воспринимать движение животного относительно окружающего мира и ускорения тела, а с другой стороны для того, чтобы воспринимать колебания звуковые, которые могут давать дополнительную информацию о локализации разных объектов потенциально опасных или наоборот потенциально полезных. Ну и соответственно, здесь показано строение внутреннего уха и строение улитки. Это органы, которые воспринимают колебания воздуха и переводят их в нейронную активность. Волосковые клетки расположены на кортиовом органе, в кортиовом органе, который закреплен на базилярной мембране. И вот колебания текторальной мембраны относительно базальной мембраны может быть зарегистрированы этими клетками. И, соответственно, изгибание волосков, пучков этих волосков, оно приводит к появлению потенциалов на мембране клетки, которые уже дальше могут быть восприняты остальной системой. Но и здесь вот такая идея заключается в том, что для передачи сигнала важна как раз вот эта вот такая пружинка, которая находится между двумя каналами, расположенными в разных волосках. И что, собственно говоря, она опять-таки именно влияет на изменение механической конфигурации канала, который таким образом обнаруживает способность к быстрой реакции на изменения во внешней среде. Ну и на самом деле открытие или закрытие канала во многом будет зависеть от натяжения, собственно говоря, вот этой вот молекулярной пружины. Ну и на самом деле там тоже были какие-то сделаны потом дополнительные заходы на то, чтобы исследовать это все. И оказалось, что даже не столько, собственно говоря, вот эта вот молекулярная пружина, сколько эластичные места соединения ее с каналами могут влиять на передачу информации и на адаптацию, собственно говоря, всей системы. Ну, таким образом мы видим, что я как-то сконцентрировался сегодня больше вот на этих молекулярных механизмах. И видно, что в процессе эволюции, с одной стороны, как бы появляются новые элементы в этой молекулярной системе, а с другой стороны, совершенствуются и старые, и можно проследить постепенное движение в сторону усложнения. Но это только лишь первая стадия обработки и трансдукции информации. Вот. Что же, как же, собственно говоря, эта информация может быть потом включена в сложное поведение. И здесь я хотел, ну, коротко достаточно проиллюстрировать на одном примере, как колебания механические во внешнем мире могут определять поведение животных. Для начала я хотел напомнить о том, о чем мы говорили в самой первой лекции. И, может быть, кто-то вспомнит, что такое C-shaped и C-shaped response, и вот припомнит, что нарисовано на этой картинке, коротко. Кто-нибудь хочет высказаться? Слышно? Да, слышно. Там вроде идея была в том, что, допустим, если стимул приходит с правой стороны, то животное начинает двигаться в обратную сторону, как бы пытаясь избежать какой-то массивный объект, который может представить опасность для этого существа. Здорово. Да, так оно и есть. На самом деле здесь идея в том, что при появлении боковых чувствительных органов, при латерализации, скажем так, сенсорики, появляется возможность быстро реагировать на внешние события. Если раньше животное могло только вот ондулирующими такими волнообразными движениями удаляться от приближающегося большого стимула, там спереди или сзади, то здесь появляется такая уникальная реакция, о которой, собственно говоря, хочу коротко еще вам рассказать. И это вот то, что называется C-Shape Response. Серым показана рыбка, которая находится в таком расслабленном состоянии начальном. Но если приходит, например, к ней сигнал слева, то она, соответственно, изгибается вправо, поворачивается таким образом спиной к сигналу и начинает уже потом удаляться от него. Вот, если это такой потенциально опасный сигнал. Как это обеспечивается? Это обеспечивается вот этими хорошо известными маутнеровскими клетками. Это такие гигантские нейроны. Вообще они заслуживают такого тоже особого внимания к себе, потому что они интересны, их довольно долго и подробно изучали. Это клетки, на которых у рыб, например, сходится большое количество информации, и эта информация потом передается дальше к моторным элементам и обеспечивает в том числе вот эту вот C-shape response, важное приспособление, которое помогает животным справляться с опасностями. Но и здесь вот если схематически посмотреть, то опять-таки на входе в эту систему находится волосковая клетка, которая способна воспринимать колебания механические во внешней среде. И эта клетка находится на поверхности тела у рыбы. И, соответственно, сенсорный нейрон может передать потом информацию, воспринять ее и передать ее к маутнеровскому нейрону. А маутнеровский нейрон уже через два дополнительных вставочных нейрона, вот, и они здесь показаны красным и зеленым цветом, вот. Зеленый нейрон – это нейрон, который способен возбуждать моторные единицы противоположной части тела, вот. И они будут вызывать, соответственно, он будет вызывать сокращение мышечных волокон, ну, и сгибание, и сгибание в соответствующую сторону. В этот же момент информация передается и на тормозный нейрон, который затормаживает активность на противоположной стороне тела, и, соответствующим образом, там мускулатура расслабляется, и это облегчает вот изгибание в нужном направлении. И вот эта вот реакция, я в первой лекции, возможно, коротко упоминал, она появилась в тот момент, когда гнет эволюции стал таким серьезным, и гнет хищничества с появлением серьезных хищников, животным нужно было как-то научиться быстро на них реагировать. Ну, и, соответственно, это такая отличная, здоровская реакция, которую можно наблюдать даже в летний день на группе мальков, где-нибудь на речке. И вообще, вот Маутнеровский нейрон, его очень любят изучать в случаях, когда нужно понять, как принимается решение, собственно. Но не будь Бьерн Брэмсом, это автор статьи, с которой я взял вот эту иллюстрацию, этот пример, если бы он не поставил вообще под сомнение целесообразность использования этих нейронов для изучения механизмов принятия решения, потому что он говорит, что это на самом деле такая серьезная штука, которая выдержала серьезное эволюционное давление. И такие нейроны нужны как раз для быстрых реакций. Там нет практически никакого принятия решения. Я вот рекомендую вам действительно познакомиться со статьями Бьерна Брэмса, который очень интересно думает и о поведении. И эта статья тоже достаточно интересная, она немножко так переворачивает классическую схему. Ну а кроме того, он показывает, вот как такое поведение, оно может быть и опасно, в том числе для животного. И я вам анонсировал тоже во время первой лекции, что вот есть такая хитрая змея, которая водная, которая способна охотиться на рыбу, и делает она это таким очень элегантным способом. Для начала она принимает такую джей-образную форму. И рыбке кажется, что это такое уютное, удобное убежище. Она начинает заплывать прямо ближе к голове. А в это время змея, естественно, неподвижна. А потом змея совершает такое короткое движение телом. И вы видите, вот это движение приводит к тому, что распространяется волна, воздействующая на внешние рецепторы боковой линии и на внешние рецепторы, которые расположены, не способны чувствовать колебания. И, соответственно, это вызывает C-shape response, который заставляет эту маленькую бедную рыбку заплывать прямо в рот к змее. И в этом смысле, конечно же, системы и нервные сети, которые позволяют адекватно реагировать на опасные стимулы, они могут использоваться в том числе хищниками, которые тоже эволюционируют и совершенствуются для того, чтобы вызывать желаемые для них реакции и становиться успешнее в охоте на свою добычу. Ну вот, собственно говоря, мы подошли к таким интегрирующим свойствам нервной системы. Сегодня опять у меня такое достаточно краткое получилось изложение материала. Мне нужно тоже еще успеть сегодня на одно мероприятие в нашем дружественном институте. Поэтому я хотел сегодня коротко рассказать про молекулярные механизмы механорецепции и показать, собственно говоря, способы интеграции информации, ну какие-то самые примитивные. Ну а дальше мы будем разбираться в том числе с интеграцией сенсорной информации и механорецепторной информации. И это в дальнейших лекциях я планирую тоже как-то детальнее разобрать. Я на сегодня закончил свою такую вот информирующую часть. Готов в течение еще 10 минут, например, ответить на ваши вопросы. Спасибо.